Кабаны, мы на базе. Приветствуем вас. Ну и что, легендарный фильм? Давай, Беннет. Ты ведь не хочешь просто нажать на курок. Ты хочешь понизить в меня нож, посмотреть в глаза и увидеть, что в них просто... Нажал ему на больное, да? И он так, да, типа, я хочу. Вот эта рожа такая. Такая, настоящая такая. Такой кайф чувак испытал. Да, типа, мне даже пистолет не нужен. Ты пистолет, мне не нужен. Я тебя сделаю. Не нужен мне пистолет. Вот. Я убью тебя. Да, шикарный чувак. Судирал. Так, кабаны, мы на даче. Тут уже очень живое тепло. О, дядя Федор протопил. Я немножко сегодня задержался. Все, уже угли закончились. Ну и так выглядит наше съемочное место. Записали уже один видос. Сейчас запишем еще один. Что случилось? По бокам ударило. Беннет! Поехали. 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 По бокам ударило. Как круто смето. Беннет! Выпусти пар! так что кабаны шваш побегел ну а тут уже он летит как будто как будто хищник начинается кабаны тут шваш блин прожаривают кому там кого-то русских каких-то чуваков у нас воблеры тут мы на базе у нас новое поступление сейчас мы запишем кабаны вам обзорчик также у нас сегодня в планах такая вот курица ну и вот этот вот этот вот превосходный соус со цибели просто в сковородке ну просто полезным чуть-чуть обжарим сначала на масле а потом зальем соус вот как бы тушится вот у нас воблера так кабаны еще хочу сказать вам что я закупил новые коробки мэйхо люри кейс очень очень удобно очень мне нравится все началось вот с этой с одной коробки с одной с этой я два сезона и покатал то есть блин вот такие под 50 ну либо дошли гиповая либо такие вот семидесятки ну блин коробки офигенные все удобно все качественно я а во всем виноваты кабаны вы в комментах тогда вы мне написали ну кто-то писал я точно уж не скажу что блин у вас такие топового японские воблера и такие дерьмовая коробки они на самом деле дерьмовая вот не знаю я сегодня не взял с собой просто вот за три года они уже все там кто-то где-то крепление сломаться где-то потреска от такой такой китайский пластик а это кабаны японский пластик тут все продумано удобно очень рекомендую если если у вас будет желание я вам могу закрепить отдельно видос по коробкам смотрите тут разный размер есть вот смотрите люлики м это м это чем видал л это лач и 6s смолкнуть совсем маленькая очень стабрать то есть вот такие большая л средняя и мелкая мелкая ну нет мелкая а да резко то есть я еще у меня дома такие пустые все вот это вот когда я все вот это вам покажу я начну все это складывать по коробкам это такой ритуал очень крутой смотрите как удобно ну этот ладно это тут просто записался а так вот смотрите это добле стоит два косаря как его хранить на хранить его чтоб он так не стукался и он смотрите ход ход движения 5 миллиметров то есть он в такой коробочке очень хорошо сохранится туда и данки влезут это вот маленькая люлик есть м средний мигал да в моем то у меня то она маленькая это l то есть вот эти мелкие можно в ту было положить то есть вот для семидесяток это гиджек 66 гиповый он прям вообще впритык он просто там не шевелит на в основном я их брал вот эти коробки под семидесятки вот смотрите вот они 3g гиповый ридж вообще в распорку входит смотрите видите он даже не шатается это очень круто семидесятки и мафарина и до инсайд 64 и сюда же и у меня еще пришло уже а зон ты так какой-то 63 и 77 еще придет то есть вот для семидесяток коробки классно очень очень рекомендую вот размеры на них написаны да это 186 на 103 на 34 это уже другой это одинаково а тут вот этом middle 161 на 91 на 30 я не люблю высокие коробки то есть вот высота 31 меня очень устраивает вот толщина потому что моих еще любит делать такие 45 глубокие туда вот так очень неудобно пальцем говорить коврыны везде нужно искать удобства чтобы вам было комфортно к стоят такие мелкая вот это middle средняя по моему 200 лет по 250 блин если б я знал что я буду вам коробки показывать я бы я взял еще побольше отдельно потом еще пока так что сейчас мы запишем вам видос потом будем готовить курицу со цибелем пахалом что у нас там шварц прикрывает всех а вот и я так что мы начинаем так сказать весеннее вещение так братва пока федор ушел немножко покурить я его за это обсуждаю покажу по вашему совету по совету одного кабана подписчиков я себе приобрел повар данк за 300 рублей свою гриш но это реплика специально взял именно в таком цвете как и моно 7 у меня есть потому что оригинал в таком цвете отлично разловлен плавит ловит всю рыбу к на него поймал я несколько окуней хороших сук и торфейного я я такого за телосного тела 100 по моему это ящ при чем так бромя меня жестко колбасит это такой ну не за полторашка по моему пацаны все нормально так спокойно мы нашли точку дядя федор мы нашли точку ему глаз как вынесла ложка так я уже все пацаны вы посмотрите просто на эту машину я говорю подача жесткая была там значит рыба есть еще полторашка наверно пацаны это прям ну давай взвесим давай то есть этот он отлично ловит потому что это оригинал ну а реплику буду кидать какие-то опасные места понятно уже видно что тут покраска такая шляпненькая далее как отличить реплику от оригинала смотрите как бы покажу прямо сейчас хотя тут и не видно тут вот надпись на оригинале намеки а у реплики нет ника вот оригинал копия видно тут конечно макросъемки надо на телефоне поснимать чтобы вам показать чем все таки отличается оригинал от копии даже если посмотреть вот такую вот надпись сверху тут супер качественным таким каллиграфическим почерком прописано все четко а тут надпись такая размытая как будто шляпой кто-то нарисовал ну суть такая кидать этого туда куда этого кидать страшно собственно может он долго и не проживет но стоит он 300 рублей поэтому вообще я зарёкся уже покупать копии потому что я купил копию на суёки ой суёки стрип 60 копия вот на этого на поверданка и это как копия оказалась полным дерьмом отдельно потом вам расскажу поэтому я вот и совету это реплика вообще на поверданк как видите все скопировано полностью даже упаковка ну верю не верю будем пробовать посмотрим срабатывает ли там из дозе не заваливали не заваливается ли он на проводке в сторону как это дело от суёки стрип в общем через четыре пять месяцев я дам по нему вердикт ну ты как думаешь вообще 300 рублей стоит брать или лучше за полторы это на конечно лучше за полторы надо смотреть на воде как он себя покажет ладно ну все тогда мы продолжаем кабаны мы с дядей федором но дальше и я за шварцу должен пожать 110 килограмм погнали да 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 нормально так кабаны у нас тут запись мы записали для вас три видоса они выйдут отдельно от этих посиделок ну и встало время что-то я наговорился вот три видоса записываешь и все горло как-то вообще в нокауте а поэтому сейчас я буду парить со псибелий надо кормить дядю фёдора дядя фёдор я тебя накормлю ты же желаешь это рада так что смотрите какие у нас воблера блин кабан здесь все козыри это козырна к ну про коробки я вам уже говорил что это это вещь кому надо спрашивайте в комментах я вам расскажу где ездить но я еще закажу так блин ну че нормально мы сегодня так записывали крик джеки все огонь да смотрите кабан еще какая коробка это шикарная коробка тут у меня два гиповых рейджа два обычных этот плавающий этот тонуси фарина и до инсайд и новая лежат они в новой коробочке пацаны у вас дорогие воблера не жмитесь на коробки покупайте нормальные японские коробки фёдор ты вообще что можешь сказать по коробкам очень удобные японские коробки от моих это же моих и они в принципе ну 250 рублей это же не дорого когда ты берешь примеру 5 коробок или 6 у тебя доставка где-то рублей 300 у меня вроде воблер по штуке берешь для тебя 250 недорого вращение должно ничего значить да так чё кабаны печку все истопили времени 9 вечера наверно шваш у нас тут натягивает он натягивает лиану фёдор очень рады вас видеть очень рады что вы с нами на связи да самое главное что вы комментируете видосы да не забывайте комментируйте видосы пятилетней давности то есть вы пересматриваете наши видосы когда мы были молодыми а фёдор когда был такой толстый а сейчас он смотрите какой поджарый я сбросил лишний вес фёдор а может нам записать видос как ты похудел очень много вопросов ты расскажешь и легко кабаны залайкайте если залайкайте как надо фёдор вам расскажет секрет похудения это очень легко на 15 килограмм или на 20 подожди нет где-то на 12 час ну да на 12 килограмм я больше ты пятнашку я максимально я до 73 падал а сейчас сколько у тебя сейчас где-то 77 до 73 с 93 или с 95 там видос есть где мы швуку обкатываем посмотрите на него ну не на видос а на фёдора фёдор ну чё как мотор для тебя только лучшая япония suzuki motor corporation ты должен сейчас сказать что там написано power and torque ну ка чё ты закабанел за зиму сколько сотку весишь поэтому ребята до стопки поэтому ребята приходится мощный мотор брать чтоб такого кабана увезти куда-нибудь на рыбалку он подрывает хорошо сделал мясник старые женщины в деревне крестились и шепотом рассказывали странные очень странные вещи дьявол охотник на мужчин это случается только очень жаркое лето вот этот вот участок вырежешь и вставишь проголовлей и не клюют только очень жаркое лето а в том году было очень жаркое лето так кабаны ну чё мы приступаем в общем нет это врезка нормально ну ты так шаришь вот смотрите килограмм девятьсот килограмм ты плитку врубишь уже врубил до кассадор до дияблос она выключена кассадор до дияблос она так говорю так на пятерку я поснимай сожрем только без риса или чё нет ты сам смотри как бы так кабаны как же побывать на даче и не похавать курицу социбеля все расскажи социбелей это замечательный соус когда мы его шли с тобой для себя это было давно я даже не припомню этот год 10 назад давай сделаю крупную сделай крупную сделай как тебе как как удобно в общем вот такая сначала обжариваем сначала обжариваем курицу растительном масле фёдор не любит кстати этот лук поэтому обжариваем без лука но с луком было бы еще круче ну ладно погоди мы чеснок собрали я нет я не помню чеснок я помню запах вот этого соуса социбели когда в нем тушилась курица вот это я запомнил мы всегда обжарим курицу потом займем соусом социбели хищник на на шварца напал смотри сам сколько можешь половину мы не съедим это тогда ты заберешь и оставшиеся шварц он нас прикрывает я так под пулями готовлю ну капец конечно охренение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я получил тебя, мазафака! МАК! МАК! Я хочу продолжать от тебя добрых привычек. Уводи своих людей. Ты здесь не победишь, Дилан. Ну, может, хотя бы ничья получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пацаны, хищник Шварца прожаривает. Что творится-то, а, Федор? Куда мир катится? Шварц, беги, родной! А, ну, мы этого не знаем. Так, что, кабаны, у нас тут настроение поднялось. Мы, значит, в филе. Все тут 950 грамм. Грубо говоря, по полкило курятины сейчас закинем в себя. Дядя Федор тут нашинковывает чеснок. Чеснок. О, какой запах! Чесночный. Вообще просто пуско. Запомните, кабаны, чеснок курицу никогда не испортит. Ну, вообще любое мясо. Чеснок, это вообще огонь. Главное, вот этой штуки не насыпать вон туда. А потом галюны сразу же поймаем. Так что дядя Федор тоже помогает мне готовить. Ну, конечно. Хоть и я кок в нашей команде. Но, тем не менее, дядя Федор, смотри, как красиво пошинковал. Ну, я старался. Сейчас, значит, мы все обжарим, чтобы такая, ну, чуть-чуть корочка появилась. Потом закинем лучок, еще немножечко обжарим. А потом блюдо дня. Заливаем полностью и тушим. Тушим под крышкой. Где стеклянная крышка? Не знаю, где-то она. Ее надо искать. Итак, Швард заманил хищника в засаду. Сейчас бревно на него скинет. Давай, скорее, жми эту палку. Давай, Арни! Гори, дебил! Там бревно весом килограмм 150. Там позвоночник просто в кусте должен разлететься. Ну, хищник, а он титановый. Фронтальный удар в череп. Он еще пытается вылезти из этого бревна. Тут уже не отжать его, когда у тебя позвоночник сломан. Ты не пожмешь? Не, не пожмал. А Швард бы пожрал? Конечно. Так, все, короче, бурны. Короче, вот эта плитка полная. Шляпа она постоянно выключается. Пришлось заново печку затапливать. Так что, вот тут у нас чуть-чуть что-то там подкипывает. Но не везде еще. Нужно обжарить для начала. И потом залить социбелем. Но пока все медленно. Слишком маленькая температура. Это так переводит гоблин, да? Кто ты че, тебя подери. Сейчас, сейчас ледерную бомбу включит. Слаж, че тормозить, что убегать уже надо? Сейчас звук такой пи-пи-пи. Он так подсек, что это какая-то бомба, да? Угу. Скорее! Убегай! Не знаю, убежать там, не знаю, километров за три. Он бы столько не пролежал. Они сейчас увидят, там гриб такой ядерный. Угу. Так у них же от электромагнитного импульса двести должны накрыть. Да, там все они привыкли. Вот, да, фак. Что там, покажите. Капец такой взрыв, бля. Я выехнулись. Итак, братва, пока у нас курица жарится, дядя Федор хочет рассказать, почему, как мы покупаем воблеры, для чего. Дядя Федор? Ну, сейчас, к примеру, вот каждый воблер, когда ты покупаешь, ты берешь его для конкретного определенного. Ну, да, у нас уже, благо, у нас есть эти точки такие поднабитые, где мы знаем, на какие воблеры вы видите. Где поверхностные воблера, где вот эти маленькие минохи, где там. Где маленькие, где попперы, где волкеры, где крэнки. Поэтому я и в своих обзорах-то и показывал, что, к примеру, я беру 55 кушет, я его буду применять там же, где применяю вот этот воблер, который я уже неоднократно разговаривал. И чисто посмотреть, вот этот будет тут так работать, а как будет тот работать. Может, он вообще не будет ни человек, а может, он будет тоже офигенно работать. То есть, и все это, собственно, кабаны для вас. Для вас. Кабаны для вас. Мы снимаем обзоры. Там река, перекат, или, например, там, что, затон, это самое, мелководье. Абсолютно разные воблеры. Вообще, когда я вижу на ютубе видосы с надписью ТОП-10 воблеров, это так, знаете, ну, это, да, собирает просмотры, и у меня такие видосы есть, но это так-то пойдет, потому что нужно указывать, для какого водоема, река это, либо стоячая вода, пруд, может быть, какие-то лиманы там, краснодарские, понимаете? Когда мы сделали обзор на наши гипы, на данки, мне несколько человек отписалось, что у нас, ну, такие воблеры, они, конечно, может, и крутые, но у нас негде ловить. У нас максимальная глубина 1 метр. Поэтому нет. Там совершенно другие воблеры будут работать. Вот, то есть, очень важно указывать, в каких местах на эти воблеры ловить. И там, смотрим, когда обзоры, вот, топ-15 воблеров, и человек такой садится там и начинает так тележить, вот этот крутой там, а не говорит, где ты на него ловишь, когда там, ночью, днем, вечером, течение там, или стоячая вода. Это очень все важно. Дядя Шотта, как ты думаешь? Я думаю, это первостепенно. Это определяюще. Это первостепенно. Когда вы показываете, какой-то воблер, нужно говорить обязательно, где, в каких условиях его применять. В каких. Это очень важно. И надеюсь, кабаны, что мы вам прям максимальную информацию выдаем. потому что мы считаем это очень важно. Да. Поэтому мы сейчас продолжим жарить курицу. И потом съедим ее. А потом похаваем. Ну и, собственно, все еще поседим. Может, Риджи, а, Риджи я уже показывал. Больше показать-то нечего. Я взял пять коробок с воблерами. Знал бы, что так попрет, я бы взял еще. Скоро еще распаковка будет от подписчика. Игорен, привет. Спасибо тебе за такие неплохие, ты что неплохие, за качественные японские воблеры. ОСП, Имакадсу. Мы расскажем про них и расскажем, где их будем применять. Да, то есть, распаковку снимем отдельно. Блин, там Имакадсу такие, воблеры, летучая мышь, да, серия БАТ. Я про них вообще ничего не слышал. А Федор про них все знает. Я принимаю. Вот этот человек знает про все воблера. Все. Такие только есть. Он знает. Это я, как бы, чисто так, интуитивно смотрю, вот так, примерно прикину. А он знает, что этот воблер разработан там для прозрачной воды. Этот воблер вот так вот идет. Очень много информации. Так что кабаны залепите, калайк этому вот чуваку, самому яростному воблероману. Он знает все про все воблера. Калайките. Залепите ему лайк. Радиационная тревога. Радиационная тревога. Питер Виллер. Слушаешь, нет. Это у нас кабаны фильм Крикуны. Это что они? Противорадиационная сигарета? Да, да, да. С тареном, наверное. Да, наверное. Итак, кабаны, посмотрите на это прекрасное блюдо. Посмотрите, насколько она роскошная. Вот этот соус он чуть-чуть уже загустел. Какой запах. Расскажи что-нибудь про Субсиделей. Это очень хороший соус. Почему он тебе так нравится? Ну, у него запах очень вкусный. И по соусам где-то распробовали мы его, что, лет 10 назад? А, какой 10? Не 10. Больше? 15. 15. Когда еще мы голодали, у нас не было денег. И как-то раз на еду не было денег. Проблемы. Понимаете? Это было реально. Мы не всегда были такими ваблероманами, которые там на десятки тысяч ваблеромитарец. Нет. Мы прошли школу жизни, так сказать. Блин, вот это вот, смотри, вот это вот, видишь, вот это. Это очень вкусно. Да, это очень вкусно. Так что кабаны, ну-ка, я колоску обрежу. Она горячая. Блин, если бы ты сейчас ее обрежал, ты бы так же кайфанул, как я. Что это такое? Кабаны, это просто роскошно. Продолжаем. Так, еще так, ну. Итак, кабаны, блюдо дня по завершению в наших посиделах. Посмотрите, вода вытепела. И вот, самое вкусное это вот, это вот, вот это вот, это, это очень вкусно. Сюда смотрит и облизывается. Ну, я себе рису сварил, один пакет суда решил, чисто с хлебом. Ну, что, Игорь Федор, неплохо? Да просто замечательно. Ну, что, мы тогда, пацаны, похаваем. Давайте за, за ваше здоровье. Как говорится, что-то, приятного вам тоже аппетита. Я должен, я должен похавать. Кабаны, ну, что, мы покушали, посмотрели два фильма. Дальше у нас идет Константин по велике льтмы, но мы заканчиваем на сегодня. Дядя Федор выдвигается домой, довезет меня на Паджерике. Ну, и, собственно, вот такой один день из жизни кабанов. Потрясли в обы, похавали, посидели. Так что, давайте, я думаю, что мы не раз тут еще соберемся и запишем для вас много интересных обзоров. Увидимся. Джон Коннор приведет людей к победе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова